В центре города Казань, напротив озера Нижний Кабан, располагается дугообразное здание. Многие ошибочно полагают, что это главный корпус Казанского федерального университета. Вопреки этой точке зрения, в нем располагается Институт филологии и межкультурной коммуникации. Примечательно, что это не историческая постройка, а реставрированное и адаптированное подучебное заведение. Здание построили в начале 2000-х специально для Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. Чуть позже он вошел в состав Казанского федерального университета. В 2005 году здесь начался образовательный процесс. Площадь довольно-таки большая, порядка 18 тысяч квадратных метров в этом здании. И здесь обучаются студенты трех высших школ. Это относительно молодой корпус. И пока каких-то знаковых мест в нем мало. Однако кое-что все же имеется. К примеру, при входе студентов встречают памятник, изображающий Льва Толстого и Габдулу Тукая. Примечательно, что в жизни они никогда не встречались. Но площадка Института филологии и межкультурной коммуникации объединила их. Также одним из знаковых мест является стена, на которой расписались Раис Республики и проправнук Льва Толстого, Владимир Толстой. 14 февраля при открытии данной студии Рустам Нургалевич Миниханов, Раис нашей Республики, написал вот эти замечательные слова и дал некое напутствие студентам нам, чтобы мы шли вперед, добивались новых успехов, результатов. Потом в апреле посетил наш институт и данную студию советник президента Российской Федерации, председатель совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Владимир Ильич Толстой. Он тоже написал слова напутствие и мы с ним здесь записали интервью. Внутри учебного корпуса есть лишь одно правило – твори в свое удовольствие. К примеру, актовый зал в любое время свободно могут использовать студенческие и творческие коллективы. Девиз отражают и стены здания, в буквальном смысле. В коридорах установлены выставочные витрины. Внутри – работы студентов Института филологии и межкультурной коммуникации. Почти все пространство занимают фотографии, картины, книги и инсталляции. А это работы наших студентов, которые обучаются по направлению изобразительного искусства, рекламы и связь с общественностью. Это вот тоже работы наших студентов. Они подготовили макеты данных книг, верстку, оформили соответствующим образом. И эти книги уже в татарском книжном издательстве изданы. У нас имеется совместная с татарским книжным издательством лаборатория, где студенты как раз учатся оформлять книги. И получили уже вот такую реализацию. То есть в главном издательстве нашей республики изданы более 30 книг, которые оформлены нашими студентами. А вот здесь у вас еще стоят рояли, фортепиано стоит. Студенты вообще как? Могут на них играть? Конечно. Они постоянно играют. Сегодня вот почему-то я их не вижу. Мы же готовим специалистов в области музыки. Мы готовим учителей музыки. Есть студенты, которые обучаются на заочной форме. Есть студенты, которые обучаются в очном формате. И им постоянно нужны вот эти рояли. Практически в каждой аудитории они у нас имеются. И ребята с удовольствием занимаются, играют на них. Здесь есть все для продуктивной учебы. Технически оснащенные аудитории, библиотека и рабочее пространство с видом на озеро Нижний Кабан. Специально для студентов и сотрудников в здании на Татарстан-2 функционирует студия с циклорамой и специальными помещениями для аудио- и видеозаписи. Все студенты, которые обучаются в нашем институте, они имеют возможность заниматься здесь. То есть фото-видеосъемка. А это у нас студия звукозаписи. Здесь ребята с удовольствием записывают подкасты и размещают социальные сети. На очень интересные темы они организовывают подкасты. В том числе, я вот одно из них отмечу, это как раз подкаст, связанный с советами будущим студентам. Студентам и выпускникам, которые сегодня сдают единый государственный экзамен, на что нужно обращать внимание, как себя вести. Нужно ли расстраиваться, если ты получил не совсем то, что ожидал, оценку, и что в этих ситуациях делать. То есть очень вот такие полезные советы дают наши студенты. А вот вообще как долго существует эта студия? Студию открыли наш ректор Ленар Инатович Сафин и Рустам Маргалевич Мегниханов 14 февраля. Как раз в этот день на базе нашего института прошла церемония открытия года педагога и наставника. Также в институте филологии и межкультурной коммуникации функционирует комплекс модельных кабинетов би- и полилингвального образования. Это учителя, способные вести свою профессиональную деятельность на трех языках. Прежде всего на русском языке, на татарском языке и на английском языках. Республика полностью оплачивает за обучение данных студентов. Плюс к этому студентам, которые обучаются на дневном отделении, выплачивают стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц. 15 тысяч рублей в месяц. Но после окончания вуза они должны работать в системе образования нашей республики в течение пяти лет. Внутри здания обрели свою обитель не только искусство и творчество, но и технология. Центр цифровых образовательных технологий – площадка, которая оснащена новейшим оборудованием. Его предоставляют и с выходом новинок обновляют партнеры центра. Десять тематических аудиторий используются не только для обучения студентов. Здесь также проводятся различные образовательные мероприятия для педагогов. По поручению нашего Раиса Рустама Наргадеевича Миниханова здесь проходили курсы повышения квалификации для государственных служащих, где принимали участие практически весь кабинет министров нашей республики, все министры. Представители кабинета министров правительства, а также аппарата Раиса нашей республики тоже здесь занимались по татарскому языку, по русскому языку. Мы вечером освободили данный центр от занятий со студентами и на протяжении трех-четырех часов в течение двух-трех раз в неделю занимались наши руководители, руководители нашей республики. Вообще следует отметить, что внутри здания на Татарстан-2 царит особая атмосфера. Дух творчества и свободы буквально пронизывает все вокруг. Обилие интерактивных зон – одна из главных особенностей этого корпуса. Да, конечно, здесь студенты в основном учатся, занимаются, но это молодежь, им нужно проводить с пользой для себя свободное время, им нужно потусоваться по молодежному, пообщаться. И мы пытаемся создать максимально для них условия необходимые, общаемся, изучаем их мнения. И как только появляется у нас возможность, мы как раз приобретаем, устанавливаем и с удовольствием помогаем им реализовывать свои потребности и свои пожелания. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универ Ньюс.